Имущество дочки МИГа оценят в апелляционном порядке Имущество дочки МИГа оценят в апелляционном порядке Защита настаивает на невиновности бывшего гендиректора ОАО «МИК РОСТ» Газета «Коммерсант» номер 77 от 6 мая 2019 года, строение 4 Как стало известно твердый знак, неожиданный ход сделала защита бывшего генерального директора ОАО «МИК РОСТ» Алексея Азерова Осужденного недавно на 9,5 года колонии по делу о мошенничестве с имуществом компании Адвокаты направили главе Следственного комитета России, СКР, Александру Бастрыкину письмо с просьбой разобраться Почему его ведомство опубликовало сообщение о приговоре до того, как он вступил в законную силу По мнению защиты, такая публикация нарушает принцип презумпции невиновности и может оказать давление на апелляционную инстанцию Мосгорсуда Между тем адвокаты всерьез рассчитывают добиться отмены приговора, поскольку уверены, что суд первой инстанции не учел их доводы в пользу невиновности господина Азерова В заявлении, которое на имя Александра Бастрыкина, копия имеется у твердый знак, на правила защита господина Азерова Отмечается, что приговор бывшему гендиректору дочки госкорпорации МИК, ОАО «МИК РОСТ» был оглашен 1 апреля этого года А уже на следующий день на сайте СКР был опубликован пресс-релиз об этом событии На тот момент, отмечает защита, ни ей, ни осужденному еще не было выдано на руки письменное судебное решение Таким образом, источник информации о приговоре, полагают адвокаты, следует считать неофициальным, а потому СКР не должен был давать на этот счет официальных сообщений Отметив несколько противоречий, которые, по их мнению, содержатся в сообщении СКР и материалах уголовного дела Адвокаты отдельно подчеркнули, что приговор в законную силу не вступил, поэтому по закону господин Азеров все еще считается невиновным Защита считает, что публикация на сайте следственного ведомства подрывает деловую репутацию клиента и просит господина Бастрыкина провести проверку В беседе с твердой знак один из адвокатов добавил, что публикация о приговоре до его вступления в законную силу, по его мнению, недопустима еще и потому, что может оказать давление на апелляционную инстанцию Между тем, защита господина Азерова рассчитывает добиться отмены решения первой инстанции, Савеловского суда столицы, который назначил экс-гендиректор УОО 9,5 года лишения свободы Какой был вынесен приговор по делу о хищении имущества УОО «Микрост»? Напомним, экс-гендиректор УСКР инкриминировал два эпизода мошенничества в особо крупном размере Ч. 4 ст. 159 УК РФ, легализацию преступных доходов, ст. 174.1, и злоупотребление полномочиями, ст. 201 По версии СКР, господин Азеров незаконно организовал и профинансировал приобретение учредительных документов ООО «Бизнес-Актив», после чего в 2004 году подписал с этой фирмой заведомо убыточные договоры купли-продажи принадлежавших «Микрост» зданий Кроме того, говорится в уголовном деле, господин Азеров с сообщниками создал несколько офшорных фирм, с одной из которых подписал заведомо убыточный договор об аренде земельного участка своего ООО «Этим», по материалам дела, он злоупотребил своими полномочиями гендиректора В результате этих действий в 2010 году Алексей Озеров, по мнению следствия, незаконно приобрел имущественный комплекс в виде трех зданий и земельного участка, находившихся ранее в собственности ООО «Микрост». Легализация же состояла в том, что топ-менеджер внес земельный участок в уставный капитал ООО «Поликарпова Инвест». Ущерб от этих операций следствие оценило почти в 200 миллионах рублей. Адвокаты бывшего топ-менеджера убеждены, что следствия и суд первой инстанции не дали должной правовой оценки их доводам в пользу невиновности господина Озерова. Напротив, считает защита, все доказательства следствия не выдерживают критики. В частности, наиболее уязвимые адвокаты считают оценку имущества ООО «Микрост», проведенную в рамках расследования дела. Отметим, что земельный участок общей площадью 22 тысячи КВ. М., о котором идет речь в уголовном деле, в момент приватизации ООО не принадлежал и ни в какой имущественный комплекс не входил, говорят представители защиты, оценщики вопреки здравому смыслу решили оценить этот земельный участок исходя из того, что он может быть использован для строительства жилья премиум-класса. И это при том, что он находится в санитарной зоне ОК Псухова, по его краю проходила железная дорога и тому подобное. Как расследовали дела о хищении имущества РСК «Мик», совершенно неприемлемыми считают адвокаты и результаты экспертизы стоимости трех принадлежавших ООО зданий. Как говорит защита, привлеченные следствием эксперты делали оценку построенных несколько десятилетий назад объектов, исходя из нормативов износа жилых зданий. Между тем, отмечают юристы, все три корпуса на всем протяжении своего существования были производственными, а в одном из них находился даже литейный цех, что приводило к еще большему износу. Если же исходить из того, что речь идет о производственных корпусах, то, отмечают адвокаты, согласно всем действующим нормативам, на 2004 год их стоимость была фактически нулевой, что изначально исключает версию об их заведомо убыточной продаже. Кроме того, отмечает защита, следствие так и не предоставило документов, которые свидетельствовали бы о том, что господин Озеров лично проводил те или иные сделки. В частности, все деловые операции с имуществом ОАО одобрял Совет директоров в полном составе. Защита также указывает, что по ходу процесса допускались многочисленные нарушения законодательства. Государственное обвинение, вслед за следователем, перечислило даже не все собранные по делу доказательства, просто обозначая листы дела, при этом никак не анализируя содержащуюся в них информацию и не указывая четко ее значение, сказал твердый знак один из адвокатов, хотя в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года четко говорится, что требуется не только ссылка на источники доказательств, но и приведение их содержания. Надеемся, что апелляционная инстанция внимательно изучит доводы стороны защиты и даст критическую оценку так называемым доказательствам гособвинения, после чего отменит этот совершенно несправедливый приговор, резюмировал представляющие интересы господина Азерова адвокат Игоря Андрианов, Александр Александров.